Что ж, начнём. Всем привет. Зовут меня Одиот. Я сотрудник компании ЖСТИ. У нас тоже секретарь инженера. Сегодня я расскажу вам про химфинтегрэкшн. Химфинтегрэкшн – это такая вещь, с которой практически любое в химфинтегрэкшне. В принципе, занятого подхода вам не поможет, потому что, если вас не приедут в целом тиме. Вкратце, по химфинтегрэкшн – это такой подход к разработке программного освещения, который позволяет держать ваш проект, ваш код стабильным. То есть, занять лавить какие-то важные данные, какие-то доработки и детали, и не допускать их в проявлении региональной версии программута. Для начала расскажу несколько вещей, которые стоит вообще знать перед тем, как начать формат, чтобы выкратить в стабильные решения. Это система контроля версии и финансирование этой. Ну, контроль версии – это такое программное освещение, которое позволяет хранить несколько версий. Ну, это может быть элементом, герман файла, иферироваться как-то по его изменениям, то есть в целый момент времени понимать, кто сделал изменения, когда я сделал изменения, при какой я сделал изменения. То есть, можно как-то подкатывать, подкатывать проб, швейтарси, там, и так далее. Еще кучу-кучу, что позволять сделать. Сейчас, наверное, вам подробно расскажу, как все будет. Ну, при мере… И так, ифорсина G-Hub. Ну, допустим, есть у нас реальный проект. Это наш реальный проект с заказчиками. Например, с американским заказчиком. Проект, вкратце скажу, это автоматизация тестирования. Есть у нас несколько папочек. То есть, вообще, G-Hub – это, посмотрите, сайт. Посмотрите, сайт, в котором можно смотреть ваш депозиторий, который использует систему контроля версии G-Hub. То есть, мы видим, что у нас есть несколько папочек, несколько файликов. В любое время мы можем зайти в какой-то файлинг, посмотреть суть режима, посмотреть, кто сделал какие-то изменения. Изменения – это называется система контроля версии коммита, то есть, разработчики лишних протокол, и отправлять его к гидро-ситологу. То есть, он контроля версии. Вот, допустим, 3 часа назад я делал какие-то изменения. Назвало это small fixes. И тут видно, красными строчками отображено, что было до, и тем не менее, что было после, видно, что я в эту строку изменил, и что-то такое. Гидхаб позволяет в очень... Гидхаб позволяет очень оперативно, то есть, работать с историками метов, с какими-то графиками. То есть мы будем Вам показать, что можно построить график историками метов. Сейчас все закончится. Видно прямо по дням, когда было большое количество комментов, когда было маленькое количество комментов и т.д. Вообще, в целом стоит знать, что система контрреверсии — это последствия кода. АО — это есть репозитория. Репозитория нужна для синформизации кода разберемого разработчика. Т.е. код ваших комментов, он удален в сервере, вы его закоммитаете, и другие разработчики видят, что вы, собственно, делаете, и у них есть изменение проверяется. Репозитория немножко понятна, если вам что-то протолпалось? Нужно в прошлом разбирать. Ну, возможно, кого-то не было, потому что... Репозитория — это интуитивные тесты. Интуитивные тесты — это, по сути, тесты, которые тестируют ваш новый функционал. В их имеется огромное количество типов, к примеру, это консервальные тесты, которые позволяют тестировать связку всей системы интимационного приседения у тестов, которые тестировать веб-приложение, они прямо открывают браузер, прямо малируют работу пользователя, т.е. прямо прикликают какие-то кнопочки, какие-то веб-пегменты, позволяют проверить, что у вас это стабильно, что он работает нормально и так далее. Но более подробно я остановлюсь на юнитестах. Юнитест — это аккорд, который тестирует ваш аккорд. Такая-то немножко тавтология, но, я сейчас скажу на примере, возможно, возможно... Допустим, у вас есть... Да, все примеры я буду показывать на языке программирования Java. Ну, он очень схож с ситросами, я думаю, вы сейчас наобличаете... Ну, в принципе, сам подходит к юнитесту фикансив-регрешу, но он одинаково психическое программирование. У нас есть функция пара таких сумм. У меня появились два параметра, возвращают на их сумму. Т.е. мы предполагаем, что эта функция будет отличаться на разные условиями каких-то выключениями. Ну, к примеру, вы вот... Вот эти, написали эту функцию, радитесь, что у вас все хорошо работает. Но огорчу вас, это незавершенный код. Он не будет считать завершенным, но пока... Код легко тестируем. Мы протестируем юнитест. Что? Ну, пишем юнитест. Вот такой вот. Можете сказать, что не заморачивается общая синтаксис. Это тестов по факту такой же нет. Написан из этого Java. Мы начали администрации тест. Более подробно относится к CCR. Вот так скажем, в этих цифрах, в этих цифрах, в этих цифрах, в этих цифрах. Что мы должны знать? То, что здесь методасов, дейк-роз, который принимает два значения. Раз, два. Если значения равны, значит тест прошел. Если значения не равны, значит тест повлицем. То есть не прошел. Ну, тут мы проверяем, что у нас есть. Первое значение – это наш вызов нашего метода. Сумма 2 и плюс 4. Прям что-то равно 7. То есть если метод, наша сумма проводит коллективно, значит тест произойдет. Если не коллективно, значит тест совместно поварится. Теперь тут несколько вариантов. Проверяется, допустим, 1, плюс 2, плюс 3. Если твой список, то можно собирать. Чего-чего-чего еще написать. Смысл такого подхода в чем? Что вы, допустим, написали метод сумму. Написали и забыли про него. Забыли там на месяц, на несколько месяцев, на годах какие-нибудь. А потом пишите новый какой-то функционал. Вы смотрите, ага, вот метод есть сумму. И вам выгодно, чтобы он возвращал, допустим, не сумму, а разность. Вы решили схитрить, поменять в этом методе плюс на минус. И, как бы, у вас вроде ваша функциональ работает, но он, на самом деле, это повлечет. То есть ваши изменения. Потому что какие-то баги сходят в другом функционале, уже готовом. Для этого существуют тесты. У тестов пишется огромная куча. На каждой маленькой функционал пишите свой тестик. И после каждого маленького изменения вы запускаете все тесты. И смотрите, ага. Если у вас все тесты пошли, значит, функционалы неправильно. И писали его правильно. Если же какой-то тест не прошел, значит, вы что-то сделали не то. Как вы дестабилизировали ваш функционал, ваш проект. Итого, если мы заменили плюс на минус. Иначе в нашем методе. Этот тест повалится. И вы видите, ага. Вот этот тест повалился. И можно как-то что-то по-другому сделать. И так далее. Для чего это нужно? Нужно, в первую очередь, экономить вашу времени. Потому что во время, которое вы попадаете на описание теста, например, на полчаса. В итоге вы выберете во временем тестирование во временем отладку в будущем. К примеру, вы, естественно, пишете вот. Вам его приходится в личную перетестировать, перекликивать, нанимать из одних людей тестировавших для тестирования нашего приложения. Ну, в итоге объясняется, что у вас есть какой-то банк. И приходите в себя в отладку с программой, власть торча на этого, пользуясь часы, дни, ночи мировыми. И так далее. Вы просто запустили ваш этот тест. Он прошел полную минуту. Ну, вот разница в том, что вы выиграли какие-то вот часы, дни и так далее. По тесту мы можем понять. Что-то просветить. Окей. Мы все знаем, как тесты, знаем, куда их коммитить, куда их расправлять. Ну, я расскажу, что такое комплектно-континская версия. Континская версия – это, по сути, автоматизация всего вашего процесса. Процесса коммитов, процесса запуска тестов, процесса сборки проекта. Оборка проекта – это, ну, компиляция его и сборка, упаковка, какое-то исполнение файлов, например, если их в Windows приложение, то это будет вообще что-то. К примеру. В данном случае с тем временем, как все происходит. Разработчик решит по системе контроля версии. Потом иницируется процесс сборки проекта. То есть, делается тестирование. И разработчик отправляется в учет. Все видно хорошо, все и хорошо на проекте. Или даже есть какая-то перестабильность, и нужно ее исправлять. Для автоматизации этого процесса нужно использовать программное обеспечение. Есть несколько хороших подходов, несколько хороших решений. Например, сети Гарсом. И дальше я расскажу вам про Jenkins. Jenkins – это органное обеспечение, которое становится на сервере и имеет веб-интерфейс. То есть, по сути, для обычной пользы – это сайт. Сайт, на котором объявляют все ваши сборки проекта, которые хранят всю эту историю. Он позволяет автоматизировать правку отчетов. То есть, в основном, это письма. То есть, обычно письмо в озабочке приходит в хорошую минуту и в плохую. Ну, давайте я вам расскажу и покажу. Беревельный проект, который Jenkins. Вот Jenkins в нашей компании. Есть несколько кабинетов для разных проектов. И все участвуют в этом проекте. Что мы видим? В первую очередь мы видим график наших результатов теста. Мы видим, что их чуть-чуть больше восемьдеся. И их количество не изменяется. Сборки постоянно идут. То есть, на самом деле, у нас функционал все-таки для этого проекта уже не пишется. У меня есть второй сборок. И на что их было почти 700 с половиной лет. Можно прям открыть каждую сборку и посмотреть, какие замены были. Привизия системы, которые я осенил 2000 и 2007. Изменения тут нету, но просто не запускаю этот сборку и точно проверить. Все собирается. Лучше просто собрать. Можно посмотреть, что вообще было. Как это все собиралось по консоли. Значит, 85 тестов. Все прошли. В общем, прямо сейчас запустить реальную сборку. Посмотреть, как это все в реальность операции. Тестов билдов не очень много. Поскольку я помню, есть билды, которые проходят часами, даже сутками. Очень хорошие, очень много проектов. Часто текущие, например, тема билд проходит около двух часов. И вот успешно. Все тесты прошли. У нас есть 200 минут. Есть есть статусы этих билдов. Билдов. К примеру, синий где-то все хорошо, все успешно. Иногда плодинок заменяют зеленый, как свет в форме было понятно. Серый, значит, билд на 3-миле. Желстый, значит, есть какая-то нестудийность, какая-то легкая. Красный. То есть все плохо и нужно. Срочно заниматься в реальность. Ну, также есть статусы, где солнышек, ключ в интернете. То есть, если билд, допустим, один раз и действительно успешен, то, значит, он будет очень красивый. То есть, если билд, то всегда успешен, значит, солнышек. То есть, там, как-то 50-50, там тоже гигабачка будет. То есть, мы на этот джеймпинс заряжаем свой код. То есть, на колоннах ГСБ и мы на т.л. Загружаем код в сеченку, которая появилась на гитхаб. Потом Jenkins. В 2020 выделяло Jenkins. Jenkins понимает, что у нас есть изменения в нашем гитхабе. Мы начинаем сборку проекта. Ну, в принципе, можно сборку проекта, допустим, вакамбы собирать, можно сказать, чтобы она запускалась через определенный промежуток времени или в определенное время, допустим, какие-то ночные, мы их называем, то есть раз в сутки, допустим, утром собирается, проверяется. То есть Jenkins синхронизируется с нашим импозиторием? Да. Да, у Jenkins как бы его рукачивает. Постоянно выбирает человека. Нет, изменили, но это не просто. Ну, знаете. Вообще Jenkins очень такая расширяемая штука. Существует множество плодинов, которые напоминают у него националов. То есть, ну, пользовательские плодины есть. То есть у Jenkins открыто и, в принципе, для своих служб можно написать, если погибли в бою. То есть, там есть такие плодинницы, как Чак Норрис, там, изменили интерфейс, там, что там шуточки про Чак Норрис играются. У нас тут сегодня стоит. То есть, я не помню. По-другому. До любой задачи в практике использования Jenkins'а. К примеру, у вас есть муниципалфольное предложение, которое должно работать на нигде, на нигде, на макостах. К Jenkins'у можно подключать сервера различными столичными працонками. То есть Jenkins'у, вообще, на практически любой працонок можно подставить чуть-чуть на андроид. Подключите, допустим, вы закоммитрили свой код. Jenkins'у понял, ага, у вас есть изменения. Запустил сборку сразу вот три платформы. То есть, и для macOS. На macOS я потестировал, потестировал на Linux, потестировал на нигде. Все это собрал. И, к примеру, еще положил все в одно же место, когда-нибудь на RTP, где вы можете это все три версии для разных платформ, то есть, скачать. То есть, в принципе, можно устраивать как угодно. Есть только задачи еще хватает. Можно устраивать просто теплое приложение. Тепло — это, по сути, установка вашего сайта, установка какого-то приложения. То есть, оно нужно, например, заходить на сервер, там, файлы копировать, какие-то там запускают, перезапускать. Jenkins'у все самое сделает. Теперь нужно, конечно, настройки. Я просто кнопочку нажарю, и все у вас готово. То есть, очень часто используется для автоматизации каких-то процессов. У нас, допустим, есть билды, которые проверяют доступные наши сайты. То есть, к примеру, раз в час Jenkins'у летит на сайт, проверяет доступный билон. Если не доступен, то отсылает всем письмом, типа, администраторам, разработчикам. Мы уже, как бы, фиксим, разбираемся, принимаем все лапочки. Наши резервы. В общем, не то. Возможность здесь комбинировать как-то билды. То есть, допустим, есть у вас три уровня теста. То есть, в серьезных разработках, в серьезных приложениях используется, допустим, три уровня теста. Первый самый простой — проверять, что там логин там работает, что такие базовые операции. Допустим, пользователь может идти в личный кабинет и так далее. Второй уровень тоже будет и серьезные фишечки, а третий уровень — это прям досконально там прокликивает каждый там альментик, чтобы где там ничего не сдвинулось, что наездка не было и так далее. И если вот, допустим, мировни можно это скомбинировать. К примеру, третий уровень тестов сам такой скорпорезный проходит, допустим, на несколько часов. И, ну, и нет смысла, чтобы часто запускать, чтобы тормозить разработку, и, допустим, на этот уровень запускается только раз в сутки. Ну, что очень продолжается время, не знаю. Ну, может, как-то комбинировать, то есть какие-то зависимости выстраивать, допустим, прошел этот уровень тестов, за ним второй, за ним третий. После каждого уровня, допустим, приложение передеплывается, что там вообще чистая база бывает и так далее. В общем, на самом деле, насколько фронтарь их хватает, то есть их можно настраивать. Вообще все это можно, по сути, экономить ваше личное время. Ну, сегодня раз афронтизировал, и все, стоп-напочки жмутся, через раз делается. В деталях расскажу вам такой подход еще. Интересно, как несколько угарных приложений. Ну, в основном, это, конечно, и для приложений используется, но, в принципе, пассивно для всех проектов используется сервера. Это DevMaster Production. Есть еще несколько определений, типа, следующих, ну, по самым расстройкам. В DevArmor и N1 используются чисто разработчиками. Это в основном самые новые версии, самые такие нестабильные версии. То есть, ну, допустим, сделаем какой-то функционал, закомментили код, затеклили в ваших изменениях в сервере, и там вы его проверяете. Поверьте, нашли какой-то баг, исправили и так далее. Обычно в DevArmor и вваге, но как-то, кроме разработчиков, на мастер. Потом, когда вы поняли, что в вашем приложении уже модели стабильное, как вам кажется, вы приносите все соединения на мастере. На мастере такой уже пред-продакшен, на котором работают тестировщики, на котором выявляются все-все-все влаги. Если есть какая-то нестабильная, сразу выявляется функционалная работа. Ну, это зоночка, да, нефонарь, 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 нефонарь. Ну, в общем-то, все стабилизуется на мастере. Когда все понимают, что в мастер-мастере есть стабильная версия, то переносится на продакшен. Продакшен – это уже самая стабильная рабочая версия, на которой уже работают естественные клиенты, естественные люди. То есть все сайты в ВКонтакте, все звуки – это все продакшен в армии, на котором не должно быть вообще никакой стабильности, то есть все, что нужно работать по часу, пары не должно быть вообще. Если там выдают такие демаги, то машины получают разнорочные, то есть общие получают. Да, для каждого из этих демагов вы можете заходить в свои пилы на джанкете. Допустим, мы запомним в ТМД, у вас одна есть теста, чисто на мастер-мастер, ну, естественно, на мастер. И так можно увидеть, первым по джанкетсу, что на мастер-мастер у нас какая-то есть нестабильность, у мастер-мастер-мастер, все стабильно, но и не видит, как он дестабилизируется, и можно было подракшен, все постановлено, в сон, надо даже выглядеть. В таком случае это работает. В таком подходе есть вопрос? Есть вопрос. А вот джанкетс, она тестирует, да? Джанкетс запускали тесты, у нас там тестирует. То есть в тесты пишут сами выводы, сами разработчики пишут тесты, которые могут у себя и локально сами запускать. То есть в первую очередь можно локально их сразу запустить. Но у Джанкетса такая подстраховка, то есть он сто процентов запустит, он сто процентов там тестирует, и он не даст плохого ухода. То есть это не замена тестировщика, да? В каком-то формате есть замена, но вообще без тестировщика, по сути, в проекте легко что-то обходится, в любом мануальчике мы можем, но вообще я очень сильно экономно делал тестирование. Тестирование, ну... Ну, разные проекты, разные подходы. Допустим, у меня был проект, в котором мы использовали Continuous Integration, писали, ну, какую-то часть кода покрывали, которую, в принципе, можно покрыть. Там был очень такой проект специфический, так, лет, если кто-то, если что-то за технология, и очень сложно было тестировать именно, как это автоматизирование тестирование писать. А потом, как бы, такое гидло, как бы, у нас было программировано с автоматизированными тестами, которые будут запоминать. Ну, всего, перед релизом, у нас поставлен манщик, который работал, прокликнул, то есть все, что у нас еще такие. То есть, ну, в коем случае, не замен, но он все равно позволяет такому-нибудь, допустим, не три тестировщика в этом проекте, а всего один, тоже, экономно-финансовый. Ну, в общем-то, наверное, тоже стабильность и трудно, потому что, основная идея, это, то есть, это, стабильность проекта, проект должен быть любви и всегда, особенно, продакшен, университет, и при любой нестабильности мы сразу же узнаем, стабильность. То есть, лично подправляются всем разработчикам, всей команде, подправляются здесь на менеджменту, это очень сильно мотивирует, чтобы стабильный раздел. Ну, в общем, здесь есть какая-то нестабильность, тут сразу все текущие задачи мы отлаживаем, мы начинаем стабильность, потому что, если там кто-то начин прилисовывать функционал, который лучше доделать, чтобы потом, как бы, вспоминать, что-то раньше было, все равно, все равно стабильность. У нас, допустим, в офисе есть такое классное правило, если человек обвалил какой-то влажный билд, и поутравил, его фиксил, то он вносит полный шоколад. И добавим, на все. Ну, только в маленьком магазине все равно системы учитываются, в которых фирма очень жестко контролировалась в среднем этих трудах, который отображает общий статус и билд-билд. То есть, вы думаете, все равно окей, желтый, значит, у них что-то там у вас на остановление, красный, как раз, значит, не должен заниматься первой билд-билдом. И, в принципе, каждый менеджер, каждый там интеллект, так что угодно заходит, сразу видит разговорчиков, что там все равно следует прогрессик, чтобы он все-таки не ставил на все. как бы, может, где-то вопросы про конституцию, может, какие-то удаленные вопросы в третьем не смогли сделать. Забыл сказать, что ты этот колледж закончил, в самом начале. шоколадок но достаточно хорошо. Забыл сказать, сколько ты шоколадок принес в офис. В самом деле нет, но шоколадок все привяжем на работу. после колледжевских знаний быстрого возникло это все. не дают Знания колледжа не дают вообще ничего. Просто там знания языка понятно, что они дают? Мне не пригодились знания, которые я получал еще в школе. то есть часто в олимпиадах программируемые такие базы занимания организации и все. То есть мы в колледже учились, допустим, вы не понимаете, что такое ООП, а мне не дали такие знания, не дали такое понимание. Хотя я сейчас понимаю, что мы проходили эту тему около полугода. Если ну я не понял за полугода что-то такое, но он как-то пришел на реальную практику, на реальную работу буквально там неделя-лень. То есть знания ну то есть реальных даже протестов каких-то практиканских проектов понимаешь, очень много за знания ну к примеру да тот два сезональных которые мы брали за три года ну там за неделю вот такие права да а вот когда уже получили диплом когда вышли используя, вы много знаний? я был на практике на передиплом и диплом и схематическое фильмы где еще с тобой потому мне это очень много в плане сама практика ну если бы я не был на практике я бы не знал а все это ничего а все это ничего то что мне пригодилось на ну а чтобы упасть на практику нужно что-то знать ну к примеру я на примере в нашем фильме естественно хоть какие-то соображения то есть какая-то логика прослуживается очень легко но я думаю наш начальник возьмет вот тут подходит статистически индивидуально главное мне кажется все-таки стремление то есть научиться можно всему чему угодно просто кто-то поделает быстрее медленнее но в итоге все приходит к одной той же цели главное не бросать это дело Дженни это ваша программа ваша команда или разработка еще была такая фирма сам если по-другому да разработчики джава сейчас джава купила Oracle а внутренняя разработка фирма сам потом владелец владелец сказал что он должен быть свободный бог открытый бесплатный бесплатный да бесплатный то есть в основном не пользуется чем-то платным допустим от фирмы Дженни это очень крутая фирма в языке для джава программистов они очень крутые продукты производят. И чем-то нам, чем-то тем сите лучше Джентлинса. Ну, я бы не сказал, что там как-то кардинально часто работаете. Джентлинсы, по-моему, можно поставить исходники. Были даже такие братья, когда у нас был баг прямо в Джентлинсе в самом. То есть, разогласили Джентлинса, выпустили какой-то баг, там в какой-то плагине, выбрали, скачивали исходим из этого Джентлинса и выбрали прямо о Джентлинсе. И сами висели прав Машки, да, скинчили эти шапки, будут то есть, ну, то есть преимущество. Но сердците ляда, наверное, шамаги будут. А как-то таковая, общая, средняя, соминентная операция? Ну, примерно. И когда-то уже у вас есть. У нас, это нет. У нас немножко пространство, ну, может, визуально немножко больше. У нас тут какие-то эти переговоры, да, как это плохо. Как это, может, ситуация в любом случае? Сколько человек в одном помещении? Примерно. Ну, шесть есть столько, сколько, представляем, Ману на торговле закрывается. На санте, да. В такое помещение человек, наверное, будет 10. В таком? В 5, в таком чуть больше. Ну, в целом, на каждую, не знаю, несколько квадратных метров. Территория. Еще 5-ти хватает. Не по этой теме, может, какие-то вопросы нет. А я первый раз решал, то это уже были лекции, да? Да. Две лекции были. Две лекции, да. Ну, например, вы будете продолжать... Да, будут еженедельные лекции. Каждую следую. Угу. Две лекции через ВКонтакт узнали, да? Ну, да, полностью. Там будет у нас информация появляться, а также еще e-mail, если вы оставите, то у нас рассылка будет. Куда оставите? Ну, мне запишется сейчас на бумажке. Прошлая лекция можно будет на видео получить, кстати. Мы планируем зайти скоро в интернет, какой-то раз создать страницу нашего общего проекта. Вот. Ну, пока еще это не сделали. Могу в последующий раз принести наш острый диск. Ну, хорошо. Хорошо, хорошо. А цель ваша? Цель – это создание какого-то живого IT-сообщества в городе. Как бы это открытый проект. Ну, наша фирма инициировала этот проект. Но, в принципе, может любой выступить, если есть какая-то тема достойная, интересная, которая может быть все. Мы хотим вначале своими силами запуститься, чтобы дальше это уже самоорганизовывалось каким-то образом. Вот будет конференция в следующем месяце как раз. Да, в принципе, мы можем прочитать, кто не должна. Да. Причем она ограничивается не только программированием, а с чем-то с IT-связанным. Вот, там, обработка видео, какие-то там какие-то вещи. А, вот, дизайн. Вот, дизайн. В планах, конечно же. Это в планах пока еще. Начать прям. Угу. Угу. А вы прислали вообще какие-то интересующие темы, да? Ну, да. Вот я помню, потому что на самый первый раз были пара темы. Там Вайф Козин как раз вот. Что касался товарищ. Да. В связи с начальником, с организатором, при этом мы разговаривали. Он сказал, что будет коллекция. То есть, он сейчас в командировке. Угу. Угу. Возможно, я даже сегодня считался. У вас же компания так в одной сети разработки работает или... Ну, идея. А, вообще у нас нет у нас кто-то там. Ну, для джау вообще, по сути, есть. Ну, мы только джау разговариваем, так называемся. А для джау есть, по сути, три. И основные сети развивают какие-то на линз. Это официальная среда под парков. Она неудобная. Очень богатая. Эм. В основном все используют это GRIPS и GDI. Та же является. Эфирма. GDI, она бесплатная. Но она, на самом деле, очень мало, немножечко. Это глипс. В принципе, GDI, но он бесплатный, открытый. С плагинами. Можно как-то как-то подстроить его почти идея будет. Но это все равно почти. ГDI, она более центральная. Я, допустим, работал в полугодной GRIPS и перешел на GDI. Здесь, на самом деле, очень такой серьезный миссиологический шаг. Потому что ты уже знаешь, что на GRIPS все эти ходки, и там быстро он должен работать. Вот присаживаешься на идею, и ты видишь, знаешь, что он еще там чудо, может, что-то вообще такое. А тогда ты уже его пробуешь. Ну, эта идея тоже кросс-платформенная. Да. Ну, Linux, Windows, Mac.